В среду утром мировые фондовые рынки продолжали оправляться от решения народа Великобритании выйти из Евросоюза. Фьючерсы на Уолл-стрит тоже не были исключением. Все это на фоне публикации данных по экономике США. Доходы выросли на 0,2% в мае. Расходы же повысились на 0,4%. Личные расходы по данным ФРС повысились в мае на 0,2%. Рост за последние 12 месяцев, не считая июнь, составил 1,6%. Доллар США продолжает повышаться относительно конкурентов. Курс пары евро против доллара повышен на 0,02% и составляет 1,1078. Фунт на 1,05% повышен относительно доллара США. Его стоимость 1,3470. Пара доллар против иены повышена на 0,01%. Курс пары составляет 102,7460. В фокусе внимания у наших аналитиков пара доллар США против швейцарского франка. Пара держится выше линии поддержки на уровне отметки 0,9760. Ожидается повышение до отметок 0,9840, а в дальнейшей перспективе 0,99. Металлы дают смешанные показатели. Золото повышено на 0,57% при стоимости тройской унции в 1325,40 долларов. Серебро прорвало понижающийся потолок, державшийся с 25 июня, а затем прибавило скорость повышения. 20 и 50 часовые скользящие средние указывают на повышение. Ожидается дальнейший рост над линией поддержки 17,84 до отметок 18,45 и 18,60. С вами был Инил Векстер. Вы смотрели Trading Central Web TV.